Сегодня ульяновская молодежь участвует не только в политической и общественной, но и экологической жизни региона. Школьница, турист и волонтер Елизавета Толстоброва написала письмо в региональное отделение Русского географического общества с инициативой создания единого реестр родников и ключей Ульяновской области. Непосредственно я сама занимаюсь благоустройством родников. Выезжали в Поливно, там есть родник, занимались его благоустройством, очищением. И я поняла, что таких родников на самом деле очень много и за ними нет надлежащего ухода. И у меня появилось такое предложение, что я могу попробовать этим заняться. Сегодня в интернете можно найти несколько сайтов, на которых имеется информация о порядка 400 областных родниках, по большей части святых источниках. На самом деле, как утверждают экологи, родников и ключей в Ульяновском регионе на порядок больше. О них либо нет информации, либо знают узкий круг людей. Мы понимаем, что это проект, на который может уйти примерно полтора-два года. Здесь нужно объединить усилия и министерства, и волонтеров, которых курирует на сегодняшний день Министерство молодежной политики, и Русского географического общества. И сообщать, сделав проект, если хотите, народным, попытаться выпустить и красивую книгу через полтора-два года, и сделать сайт, на котором сотни людей могли бы размещать свои материалы, свою информацию. Также в реестре Елизаветы можно будет найти попов-родник, который находится в селе Волосниковка Ульяновского района. В этом году родник очистили, установили сруб, настил из дерева, лавочки, скосили траву. По словам местных жителей, они сами приложили руку к благоустройству родника, поэтому рады таким изменениям. Теперь за водой им стало ходить намного удобнее и безопаснее. Ну, и колка с района приезжал, брали забор воды, экспертиза прошла, положительный результат, дали заключение. Но уже, сколько я помню, 63 года живу. Все время здесь вот воду брали. Разница, водопровода не было, ходили сюда за водой. Основные средства на благоустройство родников сегодня выделяются в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2020 годы» нацпроекта «Экология». Прежде всего, конечно, родники имеют огромное значение для окружающей среды этого конкретного места, конкретной территории муниципального образования, где они расположены. Многие родники у нас являются источниками дополнительного питьевого водоснабжения населения. Целый ряд населенных пунктов у нас имеет основное питание именно из родника, не располагая большими запасами грунтовых вод, не имея централизованного водоснабжения, водопроводов. Всего до конца 2019 года будет благоустроено 63 родника, расположенных на территории Ульяновской области. 27 приведут в порядок на средства областного бюджета и 36 благоустроят за счет небюджетных средств. Оставшиеся работы планируют завершить в срок до 1 ноября. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Олправда ТВ.